всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня я буду проводить мастер-класс по рождественскому цветку в сегодняшнем видео я покажу как можно сделать с помощью насадок рождественский цветок вы знаете это частое украшение в предновогодние дни поэтому на примере кексов я покажу как можно сделать с помощью насадок два вида рождественского цветка для начала мы начинаем насадкой листик 113 номер делать листочки вот по кругу листочки сделали теперь с помощью насадки звездочка вогнутая маленькая для себя делать вот и обозначение именно здесь у нас будут первые лепестки цветка сделали себе шаблончик а теперь начинаем смотрите коротенькой стороной насадки вверх и будем делать наш цветочек первый листик готов второй второй готов третий есть четвертый так вот так выглядит наш цветочек а теперь между лепесточками сделаем еще маленькие лепесточки совсем небольшие 1 1 2 3 их тоже будет 5 4 еще один маленький 5 это еще не все теперь нам нужно сделать красивую серединку сначала вот просто круглой насадкой желтым кремом мы ее заполняем есть есть теперь берем карнетик с желтым кремом я немножко срезала край и теперь нам нужно сделать такие красивые тычиньки вы можете сделать на тортике рождественский венок и сделать там шишки и сделать такие красивые цветы очень они украшают тортик смотрите какая красота у меня получилась покажу вам еще раз для закрепления знаний значит насадкой листик делаем по кругу лепесточки все просто мы этой насадкой часто работаем сделаем теперь берем насадку роза делаем себе пометочки по которой мы будем ориентироваться где мы будем делать лепесточки сделали да 5 пометочек теперь переходим к украшению и начинаем с первого лепесточка вот есть первый второй 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 третий третий таким же способом можно делать орхидеи только немножечко другой формы ну а принцип тот же вообще насадка роза она универсальная очень много можно сделать украшений с помощью одной насадки теперь делаем маленькие лепесточки между листочками которыми я обязательно еще сделаю украшение тортика с помощью этого цветка очень красиво смотрится мне нравится я думаю и вам понравится подправим ножницами лишнее уберем сделали цветочек теперь берем мешок с круглой насадкой сделаем точечку нашего цветка и теперь делаем тычинки вот наш цветочек готов прекрасный аккуратный теперь покажу вам еще один способ как сделать рождественский цветок мне кажется этот способ будет немного легче значит снова насадкой листик делаем по кругу кекса листики насадка номер 112 я уже говорила но повторяю лучше в начале сделать эти листики и потом их просто будет невозможно сделать сделали теперь смотрите вот есть такая насадка листик показала вам теперь мы будем делать по кругу лепесточки с помощью этой насадки один видите здесь ну мне кажется намного проще вы просто ведете этой насадкой второй если там нужны какие-то умения там то здесь вы просто ведете и получаете листик и этот цветок по красоте будет не хуже теперь между лепесточками вот здесь мы делаем еще такие поменьше уже и немножко как бы приподнимаем лепесточки вверх такой замечательный цветочек у нас получился теперь внутрь мы высаживаем желтенький крем и снова делаем тычинки смотрите какой красивый рождественский цветок у нас получился делаем еще раз по кругу высаживаем быстро листик теперь высаживаем снова листики только другой насадкой первые у нас будут подлиннее теперь будем делать поменьше листики немножко будут они смотреть вверх есть берем желтенькую насадку круглую вверх сделали серединку и теперь с помощью корнета мы делаем тычинки вот такой цветочек у меня получился хочу показать еще один способ как украсить кекс с помощью насадки вогнутая роза значит смотрите сделали по кругу лепесточки теперь вот коротенькой стороной вверх мы будем делать лепестки немного как бы к себе поворачиваем просто круглая так теперь берем и сверху сну вот я У нас цветок выходит как пионы, как вот малазийской техники, что-то в этом роде выходит. И внутри мы делаем такую же схему. В общем, я думаю, вы уже сами убедились, что насадкой розы можно сделать очень много всяких цветов. И вы можете даже сделать такие цветы, которых в природе нет. Никто этого не запрещает. Это ваша фантазия. Смотрите, какой интересный цветок у нас получился. Заполняем желтенькой серединкой и сделаем, конечно же, тычинки. Вот смотрите, какой симпатичный цветок у нас получился. Ну и последний вид цветочка сейчас вам покажу. Тоже насадкой листик мы уже делали цветок с помощью этой насадки. И теперь еще делаем третий. Теперь заполняем наш цветок желтым кремом. И теперь делаем тычинки, но только небольшие. В общем, я показала вам три способа, как сделать рождественский цветок. Выбирайте свой. Вот такие красивые цветочки у меня получились. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока.